Защита законных прав и интересов людей лейтмотив разговора во Дворце Независимости. Как подчеркнул Александр Лукашенко, вопрос глубокий. Он непосредственно связан с общественно-политической обстановкой и состоянием преступности в стране. Это и стало темой совещания. Вместе с тем речь зашла и о поручении президента. Как быть с теми, кто еще недавно выступал против государства. У отдельной части общества есть запрос на эту тему, подчеркнул Александр Лукашенко. Поступают обращения. Ведь есть люди, которые раскаялись, переосмыслили свои поступки во время событий 2020 года. Хотели бы начать новый этап в жизни, вернуться на родину из-за границы. Каким образом это сделать? Президент считает, что здесь нужен механизм. Но в его основе индивидуальный подход, а не полное отвержение обществом таких людей, так называемых беглых. Тех, кто пересмотрел свои взгляды, хочет спокойно жить, учиться и работать в Беларуси, могут рассчитывать на шаг государства навстречу. Я выполняю свои обязанности согласно Конституции нашей страны. Как управлял страной, так и управляю. Что касается силовиков, согласитесь, что они свою роль в 2020 году сыграли. Они тогда меня не подвели, но в целом они выполняли четко поставленные перед ними задачи. Они знают, я тоже знаю, что произошло и как мы противостояли этому процессу. Каждую минуту, каждую секунду я был в теме, отдавал соответствующее распоряжение. И силовые подразделения не оступились, не отступили и нигде, по большому счету, не провалились. Конечно, я сегодня учитываю их мнение. Но наша судьба такая, людей военных и государственно служащих, чиновников. Мы должны жестко реагировать, защищая нашу страну и правопорядок. Так же, как требовать, наступать, так мы должны, исходя из государственных интересов, и где-то отступить, сделать шаг навстречу, если это нужно. Тем более, я уже в храме говорил, нам не надо создавать дополнительные какие-то точки напряжения в нашем обществе. Принято принципиальное решение. Раскаившиеся смогут вернуться на родину. Будет создана комиссия, ее возглавит генпрокурор. Конечно, подобная позиция белорусских властей и общества может подвергнуться противодействию со стороны иностранных кураторов-беглых. Ведь для них неведение и наивность этих людей – способ навредить Беларуси. А сами граждане – разменная монета. Добавил президент для обсуждений и другие темы. Например, продление работы выставки «Беларусь интеллектуальная». Это позитивный момент. Коснулись ремонта дорог. К нему глава государства требует хозяйского подхода. Также поручение разъяснить индивидуальным предпринимателям нюансы новых подходов налогообложения. Подробнее к совещанию вернемся в следующем выпуске.